Доброе-доброе утро всем! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Вчера опять я не попрощалась с каким-то образом. Я не устаю, наверное, вас не то что удивлять. Вы уже привыкли к моим таким номерам, когда я то не попрощаюсь, то какой-то отрезок не сниму, то какой-то отрезок сниму. Думаю, что снимала, оказывается, не снимала. Вот так немножко вчера получилось. Ну ладно, ничего страшного. Как медуза, что ли? Вроде все прилезало, чтобы нареканий не было. Ничего страшного. Сегодня у нас суббота. Сойдусь и у нас выходной. Сегодня у них занятий нет. У меня никакой работы по дому нет. Муж на работе. Будем с ней, ну не знаю, ничего не делать. И, кстати, Айдуся немножко приболела. Она еще вчера уже чувствовала, что она болеет. У нее горлышко, что-то она кашляет. Мы набрали же этих тайских лекарств новых. У нас есть свои, наши. Ну я вот хочу. Раз привезла, надо опробовать. Так прям нахваливали их, нахваливали. И от того, и от того. И я в основном все от простуды привезла. Вот как раз и испытываю на своих кроликах. На мужа, на ней. Шучу, конечно. Надеюсь, что поможет. И сегодня у нас Старый Новый Год. Не успели встретить Новый Год. Уже Старый Новый Год. Загадывайте желания. Пусть все наши желания исполняются. Пусть не покидает наши дома. Счастье, достаток, взаимопонимание, любовь, уют. Пусть будут с нами рядом только хорошие люди. Но я сейчас просто поздоровалась с вами и пойду валяться. На улице немножко прохладненько. Шторы колышутся. Вчера где-то после обеда, по-моему, потеплело. Потому что утром, когда муж снег убирал, еще немножко был он. А потом смотрим, уже все растаяло. А мороз сейчас скрепчает. Наверное, крещенским морозом все-таки быть. Вчера приготовила рассольник. Муж никогда не спрашивает, что я готовлю. Он когда уже приходит, за стол садится, тогда видит, что он ест. Он такой рассольник увидел, еще не попробовал. Спасибо, Морозий, спасибо. Он так его любит. С добавкой поел. И как я и говорила, полкастрюли он забрал на работу. Ну, сойдусь, я не знаю, что-нибудь такое легенькое. Так, сойдусь и приготовим сегодня. Еще не думала. И все. Работы никакой у нас сегодня нет. Никуда не хочется. Не пойдем никуда. Будем дома сидеть. Лариса писала. Рабочий кабинет кухни. Так оно и есть. Во вчерашнем ролике в 30-минутном уложилось, знаете, мой день с 10 часов до 7 вечера, скажем так. Так, не выходя из кухни. Вот такой рабочий день. Я не помню. Сейчас мы с девчонками, когда встречаемся, и вообще, когда обсуждаем эти моменты, говорим, раньше мы были пошустрее, да? Все успевали дома делать. И уборку сделать, в тот же день приготовить, наготовить. И пригласить гостей, да? Наготовить всякой всячины. Сейчас что-то у нас это, скорость убавилась. Все-таки, все-таки, оказывается, всегда мы подмечаем, говорю, все-таки возраст. Оказывается, есть такое. Раньше не замечали, а теперь уже замечаем. Уже разговоры такие пошли у нас о возрасте. Раньше хорохорились. Не хотели раньше соглашаться с тем, что возраст берет свое. На самом деле, только когда ты достигаешь такого возраста, понимаешь, что это так. Вот раньше и работаешь, да? И успеваешь прийти домой и наготовить, и постирать, и убрать все. Успеваешь и еще погулять, в гости сходить. А наутро на работу, и все это повторяется, и все это успевал, и не уставал. Вот к чему я говорю. Время берет свое. Ну ладно, кофеечек попили, доброе утро друг другу пожелали. И пошли украшать мир с собой. По вчерашним вопросам, вопросов, по-моему, нет, да? Я еще не сказала про оладушки, по-моему, да? Не сказала. Я оладьи вообще не делаю. Не помню, я говорила или нет. Я их не люблю и не делаю. У нас просто вопрос, то я, Алюся, хотела блины. Я говорю, не хочу. Она все хочет свою сковородку испытать. Я говорю, блины не хочется. Тогда оладушки. Ну вот, сделали оладушки. Я учту все ваши замечания. Не то, что замечания, ваши подсказки. Спасибо большое. Я никогда не старалась классно приготовить оладьи, потому что я их не люблю. Но теперь у меня есть помощники. Мне подсказали. Я взяла это на заметку. И как-нибудь я небольшую порцию с учетом ваших подсказок приготовлю оладьи. Посмотрим, получатся они у меня или не получатся. Не то, что у меня получатся, а так, как я бы их хотела видеть, какими. На вкус нормальные, но на вид я хочу другие, чтобы они были пышные. Всем большое спасибо. Вчера еще у меня спрашивали, у вас кошек, собак нет? Ну, это новенькие наши девочки спрашивают. У нас нет кошек, собак. У меня есть муж, внучка и попугай. Все. Ну, все, больше вопросов никаких нет. С курями разобрались. Можно спокойно сидеть теперь. Так. Ну и все. Увидимся сегодня. Айдуся меня просит испечь ей снова творожную запеканку. Я, как бы не хочется повторяться, хочу сделать кое-что другое. Тоже с творогом. Пирог. Как всегда, у меня килограмм слоеного теста. Я возьму полкило, половинку. Вот так. Закрыть обратно. Так. Я муки взяла, чтобы стол немножко опудрить. Сказала немножко, а насыпала кучу. Так. Нужно раскатать это тесто очень тоненько. Видимо, в этом тесте какой-то другой маргарин. Потому что то тесто, которое я всегда брала, оно очень сильно отдавало маргаринам, когда раскатывала. Ну, когда уже выпекалось, уже не чувствуешь запах маргарина. А этот вообще не пахнет маргарином. Надо запомнить, что это за диамант. Казахстанское тесто. Этот пирог готовится быстро. Для меня все быстро. Вот два этапа. Сначала мы сейчас вот это тесто немножко поджарим, испечем в духовке. Да? Айдуща попросила помочь мне. Говорю, иди масло поставь на батарею. Через полчаса прихожу на кухню. Подсолнечное масло стоит, банка на батарее. Сейчас только вот поставила масло. И вы видели такое, чтобы слоеное тесто вот так раскатывали, как на бешпармах. Таким образом. Если вы помните, у меня нет такой формочки под нее. Сковородочка моя, для нее маловато. Я сейчас возьму другую сковородку. Я взяла эту. Вот она в этот раз подойдет. На дно я посыплю муки. Нарежу вот таких полосок. Так, мне удобнее было бы. Так. Глазометр работает или не работает. Так. Сматывая вот так в розочку. Так, растянула. Слабенькую розочку. Сейчас я вам покажу в готовом виде. А то боюсь камеру наклонить. Ой, порвало. Ничего страшного. Вот здесь порвало. Ничего. Так. Ничего страшного. А если будут складки? Немножко растягиваю свое тесто. О, чья поясница моя. Так. В общем, смотрите. Вот так в виде розочки сворачиваем рулетик в тесто. Ленточку. Но не плотно. Вот такая раскрывшаяся, рыхлая получается она. Теперь занимаемся заливкой нашей. В сторону. Вытираем из стола. Творог вы мой узнаете, да? Полкило творога. Два яйца. Сахар. Раз. Два. Три. Четыре. Пять столовых ложек ванилин. Тесто мы ставим на 180 градусов на 25 минут в разогретую духовку. Кометану смешаю с молоком. Зачем я тороплюсь? От того, что тороплюсь, тесто наше быстрее не испечется. У нас есть время еще. И все это соединяем, растираем. Щепотку соли. Еще знаете, что я хочу добавить? Я хочу добавить сок лимона немножко. Вот так. Что-то куски слишком большие здесь. Миксер не хочу брать. Если вам видно, комки иногда встречаются. Так. Смотрите, какое у нас тесто. Оно у нас сейчас немного остынет. И зальем его нашей вот этой массой готовой. Если хотите, кто... У кого есть ягоды, можете сверху накидать ягод. У меня ягод нет. Так, видно, нет. Ягод нет. У меня растертые ягоды с сахаром. Так, это малина. Понятно, это или смородина, или ежемалина. Это ежемалина. Все-таки я немного смажу маслом. Тесто само не прилипло. Вот крутится оно. За творожную массу переживаю. И заливаем. И заливаем. Хотите, можете изюм. Я не знаю, сухофрукты накрошить. Я хочу ягодки. А Дуся у нас малину любит. А растертую с сахаром не очень. Так, ежемалину любит. Вот, получается, наверное, я из-за нее не растирала. Просто с сахаром смешала. Повезло нам. Ну и достаточно. Все, это отправляется еще на 25 минут в духовку. Ой, тяжеленькая. Сейчас пирог выглядит так. Ждем еще 15 минут. Так, вытащил наш пирог. Прекрасно отходит. Пусть немножко только остынет. Дадим ему время остыть. Как же нам его достать? Как всегда. Я же могу, как я обычно делаю. Все сделаю и в конце что-нибудь натворю. Могу его сейчас сломать. Опа. Опа. Здесь стоит. Мне надо сито купить. Вроде бы не старое сито. Но уже дырочка есть. Поменьше сито было. Тоже я его уже убила. Все, сахара нет. Ну и можно было не делать этого. Даже. Пусть маленько остынет. Будем пробовать. Такой тяжелый. Не крутится. На нашем колесе. Тяжело крутится. Опа. Вот такой. Минут через 10-15 будем пробовать. Пирожочек наш остыл. Попробуем его в разрезе. Вот такой у нас пирожок. Это у нас тесто, где желтенькое, это тесто, беленькое, это творожок, фиолетовое, это ежемалинка наша. Айдуся, ну что ты идешь пробовать? Снизу не потворела. А вот такой у меня. Вот и вилкой, я в камень. Корочка хрустящая внизу, да? Творожок нежный. Не сложный, быстрый пирог из обычных, доступных продуктов для разнообразия. Можно иногда дома делать, к чаю. Именно вот эти края, бортики, да, где я маслом смазала, там немножко пригорело. А так больше нигде нет. День наш завершается. Сайдуся, мы сегодня бездельничали, развлекались, импровизировали. Ну, по-моему, можно взять этот пирог себе на вооружение. Иногда, когда что-то захочется сладенькое, его несложно приготовить. Тем более, тесто готовое. С тестом не надо возиться. Еще раз хочу всех поздравить со Старым Новым Годом. Желаю много добрых и счастливых дней. Пусть исполнятся все заветные желания и мечты. Я вас люблю. Спасибо всем огромное. Увидимся. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok